Счастье видеть, как выздоравливают пациенты, говорит заведующая от лавенгологическим отделением Видновской районной клинической больницы Валерия Буркина. Заслуженный врач Российской Федерации, проработавшая в медицине более 30 лет. Валерия Петровна готова прийти на помощь больным в любое время суток. Здравствуйте. Доброе утро. Как вы сегодня себя чувствуете? Уже лучше. Спасибо. Уже лучше, да? С вопроса о самочувствии начинает свой ежедневный обход пациентов Валерия Буркина. Самое главное, чтобы больные выздоравливали, говорит доктор. Она готова прийти на помощь пациентам в любое время суток. Ночью и днем вызывают, если поступает срочный больной. В Видновской клинической больнице Валерия Петровна работает с самого открытия. Лечит видновчан с лорзаболеваниями. За три десятилетия медицинской практики спасла не одну жизнь. С 2004 года Валерия Буркина заведует отделением отоларингологии. Его открытие и оснащение состоялось благодаря доктору и ее коллегам. Отделение, конечно, было очень нужно, потому что патология со стороны уха, горла, носа всегда присутствует. Любые осложнения ОРЗ, хронические отиты, тугоухости, все присутствует. Это диагноз распространенный. Поэтому наше отделение актуально. Медперсонал отоларингологического отделения районной больницы всегда идет в ногу со временем. Врачи на практике применяют самые передовые методы обследования, диагностики и лечения профильных заболеваний. Многолетняя работа Валерии Буркиной удостоилась самой высокой оценки. Доктору из Видного присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Для меня большая честь вручить вам государственные награды, в том числе писаные президентом Российской Федерации. Вот эта правительственная награда, которая выручена Андрею Юрьевичем Воробьевым, она принадлежит не только мне, а всему моему большому коллективу Видновской районной больницы и маленькому коллективу отоларингологического отделения. Есть у заслуженного врача России заветная мечта – наладить сурдологический прием населения в районной поликлинике. Больных с потерей или снижением слуха много, сетует Валерия Петровна. И кабинета диагностики и лечения пациентов, которые есть в отделении, явно недостаточно.